Добрый вечер, друзья! Всех приветствую! Поставьте плюсики, как меня слышно. И видите ли вы слайды? Я без видеопотока вечером провожу, потому что очень сильно глючит. Ребят, если что, утром всегда с видеопотоком стараюсь. Все отлично! Рада вас всех приветствовать! Сегодня у нас будет очень интересная встреча. И я сначала представлюсь. Меня зовут Лилия Донскова, я из города Саратов. И я являюсь одним из организаторов проекта «Карьера онлайн». Сегодня мы с вами поговорим на очень интересную тему. Это как организовать свою деятельность, чтобы за один день, ребят, еще раз, за один день заработать тысячу рублей. Вам эта тема интересна? Поставьте в чате пятерочки, кому это интересно. И следующий вопрос сразу. А как вы считаете, это реально или нет? Как вы считаете, можно за один тысячу рублей заработать? Поставьте плюсики или минусы. Или просто напишите «да» или «нет». Реально. Отлично. Вы знаете, я использую такой девиз по жизни. Он мне больше всего помогает. Вы можете себе его прямо записать. Иногда перечитывать. Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Я считаю, что это золотое правило, которое помогает людям быть более успешными в жизни. Лучше понимать других людей. А если мы понимаем других людей, то, соответственно, мы можем наладить с ними прекрасные отношения и сотрудничество. Согласны со мной? Поставьте восклицательные знаки. Я вам в двух словах расскажу про свои любимчики. Больше всего в «Орифлейм» я люблю продукцию «Велнос». Но это именно для здоровья, для красоты. У меня потрясающие результаты от этой продукции. Но на самом деле я, как истинная девочка, обожаю косметику и уход за лицом, телом, волосами. То есть мне нравится хорошо выглядеть. Мне нравится слышать комплименты. И особенно в мои 43 года я балдею от того, что мне дают, даже бывает, говорят, что мне 25-30 максимум. И я от этого кайфую. Что мне помогает? Я очень люблю вот это средство. Вы видите, оно как медузка. Вот это вот средство. Это средство для снятия водостойкой косметики с глаз. Я, конечно, не пользуюсь водостойкой косметикой, но я так люблю, как оно мягко удаляет косметику, быстро. Не надо там растирать и так далее. Моя любимая тушь – это «Пять в одну». Она просто шикарная. Потрясающе удлиняет ресницы, делает их густыми, пушистыми. Я влюбилась в скраб на Вэйдж. Я когда покупала скрабы раньше, они у меня никогда не заканчивались. То есть не было такого, что я пустую баночку выкидывала. Я попользуюсь, попользуюсь, надоел. Этот скраб я просто обожаю. От него такой эффект, я даже не могу вам передать. Кожа как будто бы омолаживается, оживает, сияет вся. Мой любимый спаситель – это крем для глаз и коллаген. Потому что, потому, где в первую очередь морщинки появляются, девчонки? Кто угадает с первого раза? Где морщинки первыми появятся? Даже прям к бабушке ходить не надо гадать. Глаз, глазки, да? Конечно. Так вот, я перепробовала все средства вокруг глаз. Я могу сказать, что экологен просто самый лучший для девушки-помощника. Особенно то, что здесь металлический шарик у него. И когда мы нажимаем чуть-чуть на крем, выдавливается небольшое количество крема. И металлическим шариком раскатывается по зоне, область вот эта вокруг глаз. Самое прикольное, то, что вот этот холодный шарик снимает отечность и как будто бы делает легкий массаж. И расслабляет вот эти мышцы. И глазки сразу начинают сиять. Гусиные лапки, эти все мимические морщинки, все сразу расслабляются. Их становится вообще практически незаметно. А у одной моей знакомой, хотя ей всего 31 год, по-моему, она у меня взяла такой крем. У нее вот тут на переносице была глубокая морщинка. И она вот этим кремом эту морщинку вывела. Представляете? Быстро, она говорит, за неделю просто она у меня прошла. Потому что здесь используется экстракт стволовых клеток. И они выталкивают морщины изнутри. То есть они заполняют межклеточное пространство. И морщинки выталкиваются. И кожа становится более упругой, натянутой. И, соответственно, экологен это то, что нужно нам для того, чтобы кожа была более упругая. И я очень люблю вот это средство. Как не смешно, да? Но автозагар я очень люблю. Во-первых, потому что я не люблю загорать. И мне некогда. И жалко на это тратить время. Во-вторых, я люблю загорелую бронзовую кожу. А так как я не люблю загорать, да что делать? Я выбираю автозагар. Я им не пользуюсь регулярно. Но если я иду куда-то на выход. У меня какое-нибудь открытое платье. То я обязательно просто сделаю вот эту процедуру. Там скобирование и так далее. Да, все. Уберу все ненужное. И в результате у меня будет возможность на гладкую кожу уже нанести небольшое количество вот этого спрея. И кожа становится быстро, буквально там 3-4 часа, и кожа становится бронзовой. Такой красивый оттенок, как натуральный загар. Но мы сегодня с вами будем говорить о том, как же сделать вот этот вот свой заказ, да, чтобы тысячу рублей заработать за один день. Вы это узнаете в самом конце. Но есть такая необходимость проложить путь, да, то есть сделать прелюдию, сделать некоторые вещи, которые помогут быстро достичь желаемого результата. И первое, вам нужно нарисовать идеальный портрет, да, вот портрет своего идеального консультанта по красоте. Вот какой он у вас, ваш консультант? Напишите в чате. Для меня это ухоженная, модная, позитивная, внимательная, заботливая и пунктуальная девушка, да, такая ответственная. Для вас какой этот консультант? Ну, я себя описала. Да, я себя описала, потому что я когда пришла в Арифлей, меня никто не учил заниматься продажами. У меня не было такого опыта, у меня не было ничего, в общем-то. И я, знаете, вот этот вот свой девиз по жизни, относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относилась к тебе, он мне помог составить этот портрет. И я подумала, если я пойду показывать Каталония, то я же не могу прийти абы какая-то, да, я должна быть лицом, да, этой компании, показать, как работают средства. Потом, да, надо улыбаться, потому что если мы улыбаемся, улыбка нам тут же возвращается. Да, это самое, как говорится, бесплатное, что у нас есть, и то, что приносит самый крутой результат. Внимательно и заботливо. Я все время записываю важные даты, я записываю все, что клиенты у меня покупают, потому что я знаю, что, например, если они у меня взяли тушь, то через 2-3 месяца им нужна будет новая тушь. Если они купили серию по уходу за лицом, то значит, они через 4-5 месяцев им нужен будет новый крем. То есть я все время вот эти вещи записываю. Вы так делаете? То есть это просто, правда, да, и главное начать. Потом, что еще важно, пунктуальность. Если вы пообещали человеку прийти в 3 часа во вторник, то вы должны прийти или предупредить его, что что-то изменилось. Для этого нужно брать обратную связь всегда у людей. Здесь все понятно. Вы должны сесть и написать вашего консультанта, потому что, может быть, будут какие-то нюансы, какие-то другие показатели, критерии, которые вам свойственны. И вот это нужно все реализовать. Согласны, что это просто? Поставьте в чате плюсики или минусы. Следующий шаг – это подготовка к работе. Первое, на что смотрят люди. По одежке встречают, по уму провожают. Поэтому первое – это одежда должна быть чистенькая, опрятная, со вкусом подобранная. Да, не обязательно, что это там лабутены, да, или какие-то супер навороченные костюмы за 50 тысяч. Нет, это может быть простая одежда. Важно, чтобы она была со вкусом, чистенькая, поглаженная, чтобы не было дырочек там на чулочках и так далее. Чтобы туфельки были почищены, набойки стояли на каблучках. То есть, да, ваши ногти обязательно. Знаете, первое, на что смотрят женщины, особенно женщины, они как сканеры работают. Они сразу смотрят волосы, ногти, лицо, одежда, да, обувь. То есть, быстро пробегают взглядом, полностью сканируют за 3 секунды. И у них сразу как-то результат, да, результат. Буду разговаривать, не буду разговаривать. То есть, понравилось, не понравилось. Женщины, мы это умеем делать мгновенно. Следующее, обязательно взять с собой настроение. Бывает такое, что люди натягивают улыбку. А внутри видно, что какашки-таракашки. Вот что с этим делать, девчонки? Вот надо поработать с настроением. Если настроение какашка, то лучше из дома не выходить. То есть, да, надо с этим поработать. Посмотрите, женские вот эти настрои, аффирмации проговаривайте. Дома наведите порядок, гармонию, чтобы вы всегда выходили из дома с любовью, возвращались с любовью, чтобы у вас всё время была такая классная дома-то сня. Поэтому вот если настроение внутреннее хандрит, то лучше остаться дома. Договорились? Далее, какие вам понадобятся рабочие материалы? Запишите. Это тестеры, каталог. Тестеры, вы знаете, у нас есть пробники классные. Вот лучше всего иметь сумочку с пробниками. Вам нужен будет каталог, желательно бумажный, чтобы его можно было полистать, потереть ароматические странички. И вам нужно иметь один личный продукт, любой, удобный для тестирования. Давайте подумаем, какой продукт удобный. Какие будут у вас мнения? Например, крем для рук. Удобный продукт? Очень удобный. Ещё какой может быть продукт? Тушь для ресниц удобная? Для тестирования? Как вы думаете? Тушь можно использовать для тестирования? Девчонки. Ну-ка, быстренько включайте, спешите в чате. Нет, нельзя. Абсолютно правильно. Какой ещё продукт? У нас есть корректор для бровей. Вот его можно использовать для тестирования. Он даёт крутой результат. То есть, любой крем, любой парфюм, то есть, что-то такое, что можно быстро протестировать, и при этом это гигиенично. Потому что некоторые продукты можно использовать только лично, никому давать нельзя. И ещё вам понадобится анкета клиента. Что это за анкета? Такая я вам покажу обязательно. То есть, вот так выглядит набор пробников. Запишите код 96006. Его цена для новичка 549 рублей всего-навсего. В течение 21 дня, с момента регистрации. Тань, ты совершенно права, можно взять новую тушь и одноразовые аппликаторы. Но всё равно вы не сможете протестировать тушь, потому что вы встретились с девушкой, да, женщиной, она уже с макияжем. Она же не будет умываться, чтобы попробовать тушь. Всё-таки это не очень удобно. То есть, это всё-таки какие-то, да, нужно ещё дополнительные нюансы учитывать. А если это крем, то здесь всё просто. Смотрите, для новичка вот такой набор всего лишь за 549 рублей. Целая сумочка, в ней парфюмы, помады, кремы. Классная штука, очень удобная. Вот так мы готовы. Каталог можно красиво украсить. Видите, вот здесь у меня на каталоге наклеена визиточка. Тут написано «Море сюрпризов, следуй по стрелочкам». Вот тут наклеечки, это вот такие липкие ленточки. Я их наклеила на самые интересные странички. На некоторых страничках я пишу, например, «Классная тушь», пишу «Распахни глаза, красотка». Тут и так всё написано. Ну, знаете, куда это ручная работа, ручной труд, это сразу видно. И люди сразу, мгновенно, да, как-то реагируют, такие «Вау, как прикольно». На это обращают внимание. То есть я вот на некоторых страничках это пишу. Следующий момент, вам нужно установить контакт. Это улыбка, обязательно комплимент и открытая позиция. Посмотрите, как просто. Вы заходите с улыбкой, говорите комплимент. «О, привет, как я тебя рада, моя душечка, видеть», да, там, или что-то «О, моя красотка, какое у тебя шикарное платье». Если это незнакомый человек, вы, например, зашли куда-то в офис или в магазин, какой вы можете сделать комплимент? Вы же здесь не будете сразу «Ой, душечка, как ты хороша», правильно? Ведь это нереально. То есть вы можете сделать комплимент, например, интерьеру. «Ух ты, как у вас тут уютно», или «А, как у вас вкусно пахнет, свежая выпечка», да, то есть что-то такое. Или вы увидели цветок, или еще что-то красивое, да, вы на что-то обращаете внимание. Или вы говорите «Ого, в этом магазине такая очаровательная продавец», понимаете, да, то есть, или такие очаровательные сотрудники. То есть что-то вы должны сделать человеку, да, чтобы он улыбнулся, чтобы он вас заметил. Для этого нужно самим, в первую очередь, улыбаться и быстро уметь вычислить, за что зацепиться, да, что похвалить, что сказать. Или сказать «Девушка, я в прошлый раз у вас покупала печенье на такие вкусные, спасибо вам за рекомендацию». То есть вы должны как-то вот с человеком разговориться, зацепиться. Далее, у вас должна быть открытая позиция. То есть если вы складываете руки, ноги крестиком, то вы блокируете энергетику, и человек тоже считывает это на таком вот уровне, на буквально, я не знаю, как это вам объяснить, НЛП, да, то есть человек это считывает и тут же тоже закрывается. Поэтому открытая позиция. Если вы стоите от человека через прилавок, то есть, как говорится, позиция друг напротив друга. Вот тут вам нарисую. Вот так вот прилавок, например, да, вот тут вы, а вот тут вот этот человек. Вот эта позиция очень плохая. То есть если прилавок чем-то так ограничивается, ну бывает он с одной стороны обрезан, то перейдите хотя бы вот сюда, вот куда-то сместитесь поближе и встаньте бочком. То есть чтобы вы были вот так наискосок от человека. Потому что вот эта позиция прямая, глаза в глаза, напротив друг друга, это позиция соперников. Поэтому ее желательно не использовать. Если некуда встать, то хотя бы чуть-чуть сместитесь, чтобы стоять не напротив, и встаньте бочком. Чуть-чуть в полоборота. Договорились? Это понятно? Самая прекрасная позиция, это когда между вами есть хотя бы какое-то расстояние, и вы вот так вот вдруг наискосочек, через угол. Вот это самое классное. А если уж у вас круглый стол, то это вообще прекрасно. То есть если круглый стол, то это вы можете вставать в любом месте. Главное вот эту дистанцию около метра, да, чтобы между вами была хотя бы там 40-50 сантиметров, чтобы не вторгаться в зону комфорта человека. Потому что это многие люди не любят, когда вот входят в их зону. У них есть желание оттолкнуть, убежать и так далее. Здесь все понятно? Поставьте плюсики или минусы. То есть улыбаемся, комплиментим, открываем позицию, открытую позицию. Плюсики или минусы. Далее, вот так выглядит анкета. Смотрите, что в этой анкете должно быть. Я вам могу ее в чат скинуть после семинара. Фамилия, имя, дата рождения, контактный телефон. Что вам особенно понравилось в продукте? То есть вы берете один продукт и тестируете его с этим человеком. И он вам тут пишет, что ему понравилось. Вы бы хотели приобретать продукцию для личного пользования или в подарок? Он вам отвечает там, да. Кому-то из ваших знакомых вы порекомендуете личную консультацию по красоте. И он вам пишет несколько человек. Вы можете с собой взять, например, пробнички и подарить человеку пробничек за то, что он вам дает рекомендации. Вот это очень круто. Оставить за собой какое-то воспоминание приятное. Девчонки, все посмотрели? Понятна анкетка? То есть чем проще, тем лучше. Вот контакты собрали. Самое главное – дата рождения, чтобы потом поздравлять клиентов. Контактный телефон как связаться. И вот эта вот фраза, она провоцирует человека к мысли, что почему бы и нет. Можно и заказать действительно себе и в подарок. Действительно классный продукт. И выгодная цена. Но условие, что этот продукт должен быть в каталоге, действительно сейчас, что вы его успеваете заказать. И вы успеваете именно по этому каталогу заказать. То есть да, вот это нужно все просчитать. Смотрите, какие ваши действия. Первое. Вы должны попросить у человека разрешения на проведение тестирования. Как я это делаю? Прям запишите себе фразу. Я говорю, вы знаете, мне в компании дали задание провести тестирование нового средства. И это абсолютно бесплатно. Помогите мне, пожалуйста. Вот эта фраза «помогите мне, пожалуйста» или «мне нужна ваша помощь, девушка». Мне в компании дали задание протестировать новый крем для рук. И собрать отзывы людей. Помогите мне, пожалуйста. И одну капельку крема на руке на одну руку наносите. Записали, да, успеваете? И все. Человек нюхает, пробует, как он быстро впитался или нет. То есть на липкость, на все. То есть комфортно ему, некомфортно. Далее вы ему даете анкетку. Говорите, заполните, пожалуйста. Это займет буквально 1-2 минутки. Далее спрашиваете, вы бы хотели приобрести этот продукт? Вы хотите, чтобы у вас был такой крем? Вам правда понравилось выписать для вас его? То есть используйте такие простые фразы, избегая слова «продажа». Купить, продать. Эти слова людям некомфортные, потому что они ассоциируются с растратой. А если вы говорите, вы хотите себя побаловать? Или вы хотите для себя или для своих друзей приобрести это средство? То есть все, что касается побаловать, это вообще фантастическое слово. Его я прям рекомендую использовать. Вы хотите себя побаловать и своих близких? Вам выписать 1 или 2? То есть для вас принести 1 или 2? То есть это важно. Далее договаривайтесь о сроках. То есть если вы договорились о заказе, следующий пункт – сроки доставки. Вариант оплаты. Но если этот человек не знакомый, вариант только один. Что вы приносите товар, он вам отдает деньги. Если это близкий вам человек, то вы можете взять с него предоплату. Здесь все понятно? Напишите пятерочки в чате. Далее. Благодарите за помощь и хвалите за отличный выбор продукции. То есть это вот тот путь, который вам нужно пройти. Он простой. Раз просим помощи, рассказываем об этом средстве буквально в двух словах. Рисуем картинку в голове, как это вкусно, как аппетитно, что в состав там ходит мед и молоко, и его использовала Клеопатра и так далее. Проводите тест на одной руке. Заполняете анкету. Можете потом дать вторую руку помазать. Но человек должен сравнить ощущения, попробовать. Предлагаете выписать продукт. Вам один-два для себя, для близких. Наговаривайтесь о сроках, об оплате. Благодарите. Дарите пробник. Если у вас есть такая возможность, пробнички, выписать какие-нибудь там недорогие помад или парфюмы, который будет в следующем каталоге, например. Парфюм будет новый. Вы можете заранее уже дарить пробник или давать пробовать его, чтобы уже люди нюхали и хотели его заказать. И благодарите и хвалите. Что здорово, вы классный выбрали продукт. Я в восторге, уверена, что вы тоже будете в восторге. Идем дальше. Я вам сейчас покажу пример, как заработать тысячу. У нас сейчас в каталоге идет вот этот крем медовый, мой самый любимый, потрясающий, большая банка, 250 мл, целый стакан густого, ароматного, душистого крема, который делает кожу просто невообразимо шелковистой, мягкой, вкусной. Вы знаете, он настолько ароматный, что даже потом пижамка и постель пахнут этим кремом. Он просто уносит куда-то в теплоту, в детство. Вообще фантастическое ощущение такое вызывает. Это вот любовь с первого взгляда. Кто пробовал такой крем? Напишите в чате. Кто пробовал, кто не пробовал? Скажите, захотелось вам его попробовать сейчас? Вот то, что я вам сейчас сказала. У вас появилось желание, слюнки потекли? Честно только. Да или нет? Дайте ответ. Смотрите, его стоимость всего 479 рублей. Сейчас он идет по акции. Так он стоит 640. Не подошел... Ну, бывает такое, Танюша, да? Намет, может быть, у тебя реакция какая-то. Но в основном этот крем становится любимчиком большинства. И для того, чтобы выяснить, подойдет он или нет, мы даем его человеку попробовать. То есть, такую огромную банку крема мы даем человеку попробовать на одной руке. Смотрите, если 20 человек участвует в тестировании, то мы получаем из этого 10 заказов. Если это ваши близкие люди, то вот этот критерий может быть выше. Не 10, а 15. Далее, считайте. 10 кремов по 479 рублей дают вам в сумме 4790. 20% мы отнимаем, к оплате 3832 рубля по накладной. У вас будет такая сумма. Ваша чистая прибыль составит 958 рублей. И заказ ваш будет на 90 баллов. Да, бывает сейчас очень распространенная аллергия, поэтому очень круто, если вы дадите попробовать человеку, прежде чем он сделает заказ. Вот вам простая математика. Вы можете взять, открыть каталог, выбрать любой продукт, который вам нравится, который вы видите, что его легко протестировать, дать другим людям, посмотреть, понюхать, попробовать, подержать в руках, что очень важно, включить все впечатления человека, которые у нас есть. То есть, это глазки, это уши, мы рассказываем историю, это руки, кинестетика, да, мы подаем подержать в руках баночку, мы даем попробовать ощущение на коже, запах, чтобы человек почувствовал, нравится ему или нет, потому что ему, может, действительно это не подойдет, будет некомфортно, да, запах не понравится, ну мало ли, мы все разные такие. И в результате у вас будет вот такая цифра. Как вы думаете, в течение одного дня можно 20 человек обойти, попросить помощи протестировать продукцию? Как вы думаете, реально задаться целью, пробежаться и попросить помощи, сделать, взять анкетки, взять один продукт, он поместится у вас в любую сумочку, его можно просто в руке держать? Можно, абсолютно с вами согласна, можно и нужно. Вы знаете, у нас есть люди в Reflame, которые работают буквально с одним или с двумя продуктами, они про другие вообще не рассказывают, никому даже не предлагают. Они вот работают такими методами, просто они приходят и говорят, только чайное дерево, никакой аптеки, только чайное дерево. Или корректор для бровей решает все вопросы. Я тоже обожаю корректор, когда он со скидкой, то я с ним вот провожу такие вот тестирования, заказывают все. Когда женщина видит разницу, одну бровь ей красишь, даешь зеркало, она смотрит на себя и говорит, «Ого!» Вы знаете, после этого сразу, конечно же, идет заказ. То есть вот вам такая простая математика. Смотрите статистику. Из 10 человек делают заказы на теплом рынке 5-6, на холодном 1-2-3. Если вы вообще суперкруто выглядите, классно подошли, с комплиментами, смелая, помощи просите, болтаете, то есть быстро входите в контакт, то есть вы очень коммуникабельны, то у вас эта цифра может удвоиться или утроиться. Средний чек с теплого рынка от 500 до 1000 рублей легко. И больше, да, и до 3000. Когда близкие люди, они доверяют, они говорят, да, давай, конечно, своим, почему бы нет. На холодном рынке, это люди, которых вы первый раз видите, это холодный рынок, но он быстро становится тоже тепленьким. И да, заказы поменьше могут быть. И здесь мы можем деньги взять сразу, здесь только обмен. Товар принесли, потом взяли денежки. И завершение. Домашнее задание. Напишите список людей, с кем вы можете. Просто позвоните, сказать, Маш, я еду к тебе, ставь чай, мне очень нужна твоя помощь. И мчитесь к Маше, да, намечайте себе вот таких людей, чтобы был удобный маршрут, чтобы вы в течение одного-двух дней могли пробежаться по ним, да, и попить с ними чайку, да, тем помазать, попробовать что-то, заполнить анкетки. Пройдите все этапы подготовки, которых всего-то там, да, три. Проведите встречу на позитиве, независимо от того, сделал вам заказ человек или нет. Ваша задача просто провести тестирование, взять анкету, да, и предложить человеку разместить заказ. Конечно же, вы можете оставлять каталог по листателю, вместе листать и говорить, что ты что, такой дефицит, у меня один единственный каталог, я тебе его не могу оставить, там очередь его хотят посмотреть. То есть, да, создавайте вот этот ажиотаж, нужность, необходимость, интерес и введите статистику заказов. То есть, пишите, сколько мы людям показали, сколько дали обратную связь, положительную или сказали там, нет, мне пока не надо. То есть, ребят, отказ – это не значит нет никогда. Это значит, что просто сейчас нет. Сейчас у человека нет денег, да, нет возможности сделать заказ и так далее. Есть ли у вас вопросы? Скажите мне, пожалуйста. Или все понятно? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Что вам сегодня было полезно? Что понравилось? Какие возникли идеи, может быть, да, в связи с этим? Вы знаете, метод очень простой, он просто феноменально простой. Если вы сделаете вот это все, вы удивитесь, что вы увидите, что люди реально круто реагируют. Они реально говорят, да, давай мне все. Понимаете, вы как бы не от себя действуете, что не вы консультант хотите, да, вот пришли заработать, а вы делаете задание от компании. Вы делаете задание, мне компания дала задание. Помогите, пожалуйста. Ребята, вот это ключевые фразы. Если вы их просто будете произносить, то вы знаете, к счастью, русские люди очень любят помогать другим. Для себя, может быть, что-то не сделают, а для других, знаете, сделают все. Особенно, да, если пришла девушка, да еще и с ребенком, если вы придете, вам никто не откажет вообще. Поэтому, у кого дети есть, девчонки, я знаю, что многие здесь мамочки с детьми, берите ребенка, идите гуляйте, с собой в сумочку крем какой-нибудь, что-то простое или парфюм недорогой, потому что слишком дорогие парфюмы не будут вот так сразу заказывать. И, опять же, трудно подобрать по вкусу. Берите что-то, да, такое вот, в каждом каталоге что-то есть удобное. Выписывайте заранее этот крем или какое-то средство в первый заказ, чтобы у вас было время его потестировать, походить с ним, пообщаться и так далее. Спасибо вам всем за внимание. Если есть вопросы, вы всегда их можете писать мне в личку или в чате нашим по красоте. Я вам желаю успехов, легких встреч с клиентами, позитивных и продуктивных, чтобы оставались выигрыши и вы, и ваши клиенты, чтобы они кайфовали от продукции, так как кайфуем мы с вами. Я вам желаю классного вечера, доброго с семьей. И помните, завтра у нас закрытие каталога, и сайт будет работать до половины восьмого по мазаковскому времени. Если вы планируете еще делать заказы, регистрировать людей или помогать своим новичкам, чтобы они успешно включились в программу, то у вас еще есть почти сутки. Всем спокойной ночи, до завтра. Пока-пока.